здравствуйте дорогие ребята и уважаемые родители наш урок сегодня посвящен лепке герой нашего занятия сегодня медведь панда давайте познакомимся с нашим главным героем поближе медведь панда в переводе с китайского означает пожиратель бамбука медведи панды редкие животные земли и они занесены в красную книгу планеты земля в природе у медведей панд нет естественных врагов кроме человека чем больше человек вырубает лесов бамбуковых тем меньше остается на земле панд обратите пожалуйста внимание панда может кушать бамбук 16 часов в сутки не переставая панда относятся к редким животным и в дикой природе живут не более 1800 панд панда сидит на земле в позе человека ей так удобнее двумя лапами удерживать стебель бамбука во время еды лапа у панды необыкновенная посмотрите это передняя лапа у ней пять пальцев загнутыми когтями и еще есть специальный выступ прижимая пальцы к этому выступу панда очень легко удерживает стебель бамбука или хватается за ветки дерева именно поэтому она так ловко лазит посмотрите панда очень подвижные игривые веселые животные любят лазить и могут даже спать на ветках дерева панда в отличие от других животных таких как медведи не впадают спячку зимой а просто отдыхает рождаются панды не пятнистыми черно-белыми а вот такими вот нежно-розовыми с белым пушком мама панда как и мама человек может качать своего малыша как в люлечке в передней лапе прижимая груди если в дикой природе у мамы панды рождаются два малыша то мама выбирает самого крепкого а второй к сожалению погибает но сейчас организованы питомники зоопарки в которых пополняют популяцию панд выводя их искусственно и если у мамы панды рождаются два малыша служители забирают одного и кормят бутылочки чередуя через несколько дней малышей чтобы каждый мог получать мамина молоко и ее внимание вот посмотрите такой детский садик это подросшие панды в таком вот зоопарке традиционно считается что панда имеет черно-белую окраску но существуют редкие панды у которых окраска белая с коричневым мы с вами сегодня лепим нашу панду посмотрите пожалуйста вы можете использовать пластилин двух цветов белого и черного но если у вас нет пластилина такого цвета не расстраивайтесь вы можете взять любые два других цвета которые у вас есть и у вас получится вот такая вот веселая панда как будто вышедшая из волшебной страны и так начинаем нам понадобится сегодня для лепки дощечка пластилин стеки спички салфетка пластилин может быть любым у меня вот например быстро высыхающий воздушный вы можете лепить традиционным пластилином глиной соленым тестом не отказывайте себе в творчестве имеющийся у нас пластилин нужно разделить на две части две части черного и две части белого пластилина нам понадобится итак приступаем первый этап нам необходимо отщипнуть небольшой кусочек отложить это будет морда а из имеющегося куска скатать колобок вот я катаю колобок и потом придаю ему форму немножко дыньки вот у нас получилась такая вот дынька следующий этап при помощи стека есть стеки с такой с таким вот шариком на конце или если нет стека пальцем немножко придавливаем лунки глазниц чуть-чуть придавили вот берем кусочек черного пластилина очень маленький делим на две части и катаем два одинаковых колобочка посмотрите должны быть они равны по размеру расплющиваем и вставляем в ямочки глазниц это очки нашей будущей панды вот получились у нас глазницы следующий этап нам необходимо создать верхнюю и нижнюю челюсть панды вот эта часть посмотрите пожалуйста это морда мы сейчас создаем морду скатаем небольшой колобок чуть-чуть его раз плющим и приставим к голове расправим и вот у нас получилось уже морда нашей зверушки вот теперь нам необходимо взять небольшой кусочек пластилина можно коричневого оранжевого синего зеленого цвета и мы сделаем на месте очков еще глазки чтобы наша панда весело смотрела на мир ну вот так вот вот у нас есть глазки следующий этап у нас необходимо вылепить носик если вы внимательно посмотрите носик имеет форму капельки для этого мы берем немножко черного пластилина катая маленький колобок катая маленький колобок и расплющиваем его прижимая пальцами создавая капельку вот у нас вот так получилось вот такая вот замечательная мордочка что же у нас получилось в итоге мордочка у нас получилось глазки у нас уже есть носик имеется нам необходимо сделать два ушка ушки мы отщипываем равные кусочки катаем колобочки вот я скатала и положила и смотрю одинаковые кусочки или нет нет не одинаковые значит нужно добавить еще немножко покатать сложить и проверить равны или неравны иначе ушки будут разные величины не одинаковые вот мы сделали расплющиваем теперь ушка будущее наше и чуть-чуть его прижимаем вот одно ушко а вот другое ушко вот мы его расплющили представляем ушки голове ну вот уже виден характер нашего будущего героя такой очень серьезный вид получается голова у нас готова ее мы отложим пока в сторонку чтобы случайно не испортить не придавить и теперь продолжаем работать над изготовлением тела и лап мы берем следующий кусок белого пластилина вторую половину и опять катаем сначала большой колобок а потом слегка прикатываем придавая форму дыне вот у нас такая нижняя часть тело панды получилось готова отложим ее пока в сторонку следующий этап нам необходимо выполнить задние ноги для этого мы берем кусок пластилина может быть не такой большой может быть чуть чуть поменьше отщипнем и катаем очень аккуратно катаем ровную колбаску обязательно колбаску подбить с двух сторон можно вот так постучать по поверхности дощечки и вот у нас получается вот такая красивая ровненькая колбаска вот она какая получилась это и вот задние лапы панды берем стек пластиковый ножичек и разрезаем на две равные части вот у нас две задние лапы обратите внимание ребят у нас есть подбитая часть плоская а есть место разреза вот местом разреза мы прислоняем к дыньке вот так вот у нас получается опять вторая лапа вторая часть местом разреза прислоняем вот у нас получилось нижняя часть тела панды нижняя часть туловище следующий этап работы посмотрите нам необходимо выполнить грудную клетку и две передние лапы они черные поэтому мы используем остатки черного пластилина нам нужно сначала немножко покатать чуть-чуть покатать а теперь посмотрите я двумя руками сразу работаю прижимаю с двух сторон и прокатываю прижимая немножко чтобы у меня верхняя часть вышла горкой а левая и правая стороны немножко утончились стали подлиньше вот так вот у нас получилось такая вот форма горки эта горка и будет верхней частью туловища нашей панды вот соединяем и теперь нам необходимо вылепить пальчики и ступни на передних и задних лапах для этого мы используем можно использовать любой другой пластилин можно использовать кусочки белого пластилина катаем колобочки и их расплющиваем вот так вот посмотрите вот так они же немножко и еще раз вот так вот у нас получаются ступни и теперь катаем маленькие маленькие шарики которые станут пальчиками панды у нас игрушка поэтому мы ограничимся тремя пальчиками как мультфильмах вот так и с этой стороны также вот получилось у нас очень милая нижняя часть замечательные задние лапы с пятками и когтями теперь займемся передними лапками вот сюда вот лепешечки прижимаем вот ровненько и теперь тоже подушечки пальцев катая маленькие 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 шарики которые станут подушечками пальцев стараемся примерно одинаковые кусочки накатать ну вот распределяем вот так и с левой стороны вот и все видите как хорошо получилось осталось самое главное если мы хотим чтобы голова панды держалась прочно и если например у вас соленое тесто или быстро высыхающий пластилин чтобы вы могли потом эта игрушка еще и играть тогда я советую сначала воткнуть вот так вот палочку спичку гвоздик зубочистку а потом нанизать голову на нее гарантия того что игрушка у вас получится прочной ну вот дорогие ребята уважаемые родители наша игрушка готова мишка высохнет можно им будет играть давайте посмотрим возможно у вас получились разноцветные медведи из волшебной страны ну что ж пусть будет так если вам понравился наш урок и вы хотите продолжить наше занятие вы можете вылепить детеныша панды или стебли бамбука чтобы композиция выглядела законченный творческих вам успехов до свидания